К другим темам. Делал ножи на заводе и продавал их. Омские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в преступлениях. К сожалению, для мастеров они не имеют права изготавливать ножи даже для личного пользования. Ведь эксперты могут признать такие клинки холодным оружием. О том, как увлечение стало криминальным, наш следующий материал. За что вы были задержаны, полицейские? За изготовление холодных оружия, ножей. Вот так с улыбкой мужчина расскажет о том, как стал фигурантом уголовного дела. Подозреваемый – 50-летний работник завода. Ножи он изготавливал в заброшенном цехе. Под рукой оказалось все, что требуется – наждачный станок и обрезки металла. Ну а вы как, скажем, со знанием дела какой-то металл подбирали? Да нет. То, что было. Нержавейка там или нет. Ну а потом там же надо изготовить какую-то рукоятку, ножны, что-то еще. Рукоятку он сделал наборную из кожи. Лист кожи тоже там же. Тоже кожа там была? Да. В общем, все, что надо было для изготовления ножа. Да, в цеху. Все, что хочет. Осталось только руки золотые. Да, и голову. Казалось бы, безобидное увлечение может стоить мужчине свободы. В том самом цехе полицейские изъяли 18 ножей, 4 из которых, согласно заключению эксперта, признаны холодным оружием. Еще три факта преступной деятельности выявлены по месту его проживания. Помимо изготовления, амичу вменяют незаконный сбыт ножей. В следствии чего были возбуждены три уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 223, а также частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный гражданин подозревается в незаконном изготовлении, незаконном сбыте холодного оружия. Эти ножи могли бы украсить коллекции ценителей холодного оружия, однако стали вещдоками в уголовном деле. Ведь для законного изготовления ножей необходима лицензия, а для продажи – оформление коммерческой деятельности.